здравствуйте друзья мы с вами продолжаем беседы об американской бюрократии и малом бизнесе почему малым я может быть вам кажется я крупный но это я размером крупный а бизнес у меня небольшой и вот расскажу еще случай интересный о том как бюрократия работает значит там лет 5-6 назад когда это там было положено мы проходили ну как школа которая там оправд приходила комиссия нас проверяли по файлам лазали заставили нас там десяток мест на веб-сайте по их правилам что там нас было с их точки зрения не доделала сказали вот так переделать и я прям при них все это дело на сайте там подправил и в общем и мы разошлись на том что все хорошо нам дали на пять лет вот этот оправдал и мы себе живем зная что у нас все идеально и совершенно как бы ну ну хорошо все но если чего надо они сказали про тут значит происходит такая история в бэкграунде как бы этого всего там происходит и мы естественно не знаем значит а там у нас студентка 1 а люди-то взрослые знать там и дети у них и мужья там и и жены и как положено короче девочка с мужем разводится и ему это не нравится каким-то образом больше всегда а знаете вот это такая обычная история когда мужик зарабатывает хорошо жена не зарабатывает совсем сидит с ребенком или зарабатывает три копейки и вдруг эта жена начинает зарабатывать это как-то она рвется куда-то и вот эта история она пришла в школу она сейчас начнет зарабатывать в этот момент они разводятся и поскольку вот этот тот случай то что называется хейт кейс да то есть как бы там вопросы сказать досадить как можно больше он начинает ей досаждать и в этом смысле объектом является ее устройство на работу то есть он не хочет чтобы она устроилась на работу хотя на самом деле это бьет по нему финансово потому что чем меньше она зарабатывает тем больше он должен ей там денежку ночью при разводе и так далее в общем хочет ее уничтожить через невозможность трудоустроиться и когда она получает предложение на работу он залезает к ней в компьютер с там прокси какого-то аккаунта видимо достаточно грамотный технический человек уже когда потом уже изучали ее лэптоп там нашлось масса подключений через там какие-то прокси там из эквадора там узнает чего как училась это залезает к ней туда компьютер находит у нее в имейле работодателя кто ее на работу берет этот наш портнов компьютер скул там и так далее так далее и дальше он начинает писать какие-то гнусные телеги одну телегу он написал работодателю про нее что она там тем и тем плохо между делом он уже и на нас тоже телегу написал что вот как бы там мы с ней не то сделали в общем в этот самый вышестоящий орган который принадлежит к департаменту по делам потребителей так сказать департаменту консюмера ферс и они нам не сообщают ну точнее они там может быть и сообщают ну когда считают нужным или что-то в данном случае они затребовались нас какие-то документы мы им прислали документы ну то есть они сообщают но не все например они я говорю откуда вот кто что ничего не знаем кто анонимная жалоба не анонимно я гонул все-таки они не положено но не положено вот я когда мы им дали все документы что и камеры аккаунт почтовый был взломан и на этом основании они должны были бы вообще отказаться это все рассматривать но почему-то они не отказываются и вот значит говорит давайте там то мы прислали все документы они сказали что за нами ничего нет чистенько все это и было это там бог знает когда ну скажем там два года назад а через год так вроде мы там все очистил забыли уже через год приходит нам письмо но так мол и так у вас на веб-сайте пишут они отсутствуют ссылки на веб-сайт нашей организации а это требование в общем какой-то и мы типа мы нарушили это требование и у нас на веб-сайте нету ссылку причем я читаю внимательно это требование там нет такого чтобы знаете вот сказано было на первой странице сказано должны быть ссылки у нас есть ссылки и у нас не одна у нас их три более того значит каждый год я им отсылаю репорт такой отчет можно сказать и в этом отчете дать я свечу зажгу будет светлее не будет вроде нет ну неважно и в этом отчете там прямо ссылка есть на на всякие документы да 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 там хочу нет ссылок на их сайт а и а еще говорят нет ссылок на несколько документов на документы есть и не только есть а я им каждый год отсылаю некий документ где есть прямо все эти ссылки то есть у них есть документы со ссылками они нам говорят что ссылок нет ну но открой кликни и увидишь тот есть в общем ну полный какой-то идиотизм и они говорят за то что у вас этого нет значит мы вам штраф 5000 я звоню гашу случилось они говорят вот у нас там требования с такого-то момента я даю у нас же была проверка у нас был товарищ он все проверил я где где мы чего нарушить они говорят вот у нас там два года назад появилось новое требование ягу я не помню чтобы мне какую-то письмо присылать они как мы вам не будем послать письма это ваша обязанность приходить на наш сайт и смотреть нет ли каких-то дополнений обновлений и так далее и поддерживать себя в соответствии с тем что у нас там на сайте появляется ягу ну хорошо ягона ссылки то есть а ведь ничего не знаем вот мы смотрели не нашли ягода я вам посылал документ и там прямо ссылки показаны а ведь ничего не знаем я думаю надо что то делать а в том письме которое мне прислали там было написано что вы можете официально затребовать слушание по этому вопросу и мне даже не только пять не то что пять тысяч там как-то фундаментально жалко хотя жалко но за что за то что нету ссылки на веб-сайт а когда нас на на документы которые есть но что делать значит мы забиваем стрелку с начальством и едем со светланы с женой мы кто не знает значит едем с ней в сакраменто это два часа езды ну и чтобы так все спокойненько культурник и мы с вечера там сняли гостиницу недалеко от этого учреждения там буквально там пятнадцать минут пешком вот сняли там гостиницу за ночевали и с утра к ним едем на стрелку забитую давайте я переверну может быть камеру там посветлее будет а то уж так вечере это восемь часов ну ладно значит приезжаем и я говорю вот смотрите вот документ вот ссылка я распечатал прямо вот ну прямо странички с веб-сайта распечатал от кружочком обвел и говорю вот тут стоит тут стоит тут стоит я пока ну я говорю ну ребята я и если хотите я бы еще где-то денег где хотите поставлю вы скажите где я вам с радостью поставлю они почесали репу и говорят ну ладно как езжайте домой ягод такая какая какое-то решение может есть они говорят ну мы решение потом сообщим мы сразу решение не принимаем но я жду да а у меня же это самое есть есть предыдущее решение что я должен 5000 заплатить до такого то числа если это такого то числа не заплатил они начинают меня там какие-то пеналцы брать то есть еще больше сумма растет очень кошмар какой-то я жду 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 ничего от них не приходит я иду на сайт этого учреждения а у них там есть как бы такое место где они вывешивают всякие свои решения так они нам ничего не написали ни письмеца ничего они где-то у себя вывесили значит я кажется должен был сам сообразить но хорошо я чувствую что от них ничего не идет на время уже как бы приближается я иду туда смотреть оказывается они нам снизили штраф за то что мы хорошие они снизили нам штраф с 5000 до 100 долларов я думаю что наверное как-то почему-то им неудобно уж так ну совсем отменить вроде в силу так сказать обстоятельств обнаружившихся но как-то они снизили до 100 долларов такая символическая вещь и я с радостью заплатил в эти 100 долларов и как бы чтобы забыть об этой всей фигне но просто вот я вам рассказываю про такие операции как как бы каждодневные там ежедневные и так далее дальше дальше я когда был там у них в сакраменто вот со светой мы ездили значит я им говорю ребята говорю а чего вы да там письмо которое они нам прислали изначально где штраф на нас наложили они в этом письме написали что год назад они заходили на наш сайт и не нашли там этих ссылок а сейчас снова зашли и опять не нашли так вот первый раз они ничего а второй раз с учетом того что за год ничего не изменилось смысле ссылок вот они нам выписывают штраф 5000 я бы ребята если вы год назад зашли на наш сайт и увидели что там чего-то нет я бы так написали бы емейл я бы через 15 минут сделал ну или там вам бы ответил или что-то но почему же бы целый год ждали чтобы через год прийти и посмотреть и и и и штраф не выписать почему было не это самого райкина есть такая вот хохмочка что вот там стояла там цистерна с водой играть вот целый час модель текла кран был открыт целый час горит стоял смотрел хоть бы кто подошел как так вся вода и вытекла вот закрыли бы крантик правда но написали бы и все то есть если по ним не сказали что там что-то не так год назад и я бы не поправил в течение года ну хорошо они мне выписали штраф я хотя бы понимаю за что штраф за то что я вот такой вот значит проигнорировал ну тут еще я говорю как же так получается я бы вы заметили ничего не сказали они говорят мы же специально за вами не следим говорят они а я хочу сказать что я периодически там смотрю на сайты других школ ну ну скажем раз в месяц смотрю пару других школ там по каким-то вопросам и я хочу сказать ни одного сайта я не видел где бы эти требования их выполнялись соблюдались вот вот правда значит и и я говорю а что же говорю вы так они говорят понимаете как мы за вами не шпионим мы вот там пять лет назад приняли вас и приняли в следующий раз мы на вас посмотрим еще через пять когда будем продлевать значит вашу лицензию но когда не поскольку на вас там было какое-то письмо вот тогда вот тот муж который на жену написал там и тогда и когда это произошло они стали смотреть на наш сайт и увидев на на нашем сайте вот эту фигню они себе протокол вписали что вот у них там непорядок себе вписали не нам у них такой процесс понимаете вот такой процесс то есть они тебе не говорят что они на тебя смотрят но если они что-то найдут и тебе не скажут то через год они пойдут снова посмотрит если ты не починил то тебя накажут гада за то же ты не починил тяж целый год то в общем короче и тут они а А поскольку там все эти файлы электронные, у них там пометочка стоит Когда год прошел, они пошли глянуть, не поправили ли мы ту проблему, о которой они нам не стали сообщать И увидим, что проблема так и осталась Ну, в том смысле, в каком они в состоянии были найти ссылку на сайте Понимаете, да, то это сложно Сейчас, если вы зайдете на наш сайт, я уже после этого делал, я вынес все это на первую страницу И вы можете на нашем сайте ничего не увидеть, но эти ссылки вы увидите Они прямо вот в лицо смотрят, вот уже, я уже не знаю Так бы я в жизни не стал, конечно, ну, кому нафиг нужно Но, тем не менее, вот оно там есть Так, вот такая логика интересная, да, бюрократическая И что еще я хочу сказать, вот, когда мы уезжали оттуда, из Сакрамента Мы со Светланой обменивались Ну, как мероприятие вот это прошло И там было три человека Разных этнических групп, как бы люди Там, вот, Америка страна такая многорасовая И вот, значит, все три представителя Разных братских рас Работавшие в этом учреждении Они, с одной стороны, вот мы отметили Они, с одной стороны, были как бы вежливы Как бы вежливы Но, с другой стороны, они были абсолютно абстрагированы То есть, они разговаривают с тобой Но они не видят тебя Вот, на твое место можно поставить фанеры кусок И там нарисовать там нос, глаза и уши, рот, да И они точно так же с этим куском фанеры бы разговаривали Как они разговаривают с тобой То есть, хуже, чем если бы там было зеркало Они бы видели себя Наверное, бы они с собой лучше разговаривают А может быть, тоже нет Но, вот, как бы, такие люди на должности И они с тобой, как бы, по должности разговаривают Но, никакие вот эти вот потребители Которых права они там защищают Ни бизнесы, ни государство, ни зарплата Ни налоги наши, на которые они существуют И так далее Вот, все это как-то так, знаете, нету этого А вот есть какой-то, как сказать Такая поточная линия такая стоит Вот, сунешь пальчик, там будет зайчик Не сунешь пальчик, ничего не будет Там близко подойдешь, там бах, молотком по голове Может стукнуть, может нет Но это не потому, что ты там стоял в этот момент Просто потому, что молоток двигался Так сказать, в силу того, что конвейер так устроен Что вот в этом месте бьют молотком Вот, в общем, вот такая, как бы, роботизированная Такая бюрократия Роботизированная Ну, вот, так, к слову К слову И еще раз, не в 5000 дел, а не в 100 долларов Дело, не в том, что отменили не полностью А снизили до 100 долларов Все это ерунда И не то, что мы там потратились Значит, два часа туда ехали, два часа обратно Ехали, гостиницы же Это ерунда все Ну, в конце концов, покатались там, поболтали, отдохнули Нормально Но К вопросу о том, что такое бюрократия И как она функционирует Не давая оценок Просто, как бы, впечатлениями делюсь и все Вот так вот Пока суть до дела Приехал на тихую улицу Где мы живем И где нет Ну, не хотел сказать Нет никакой бюрократии Потом подумал Не то я говорю И тут есть И тут есть государство И почта И уборка улиц И вывоз мусора И так далее В общем, такая жизнь Счастливо Счастливо